К сегодняшнему дню прекратили функционировать 22 дома Мехребонлик. Без малого 800 детей обрели свои семьи и воспитываются. Получают все необходимое под шефством Национальной гвардии. В дальнейшем за счет профессиональной подготовки они трудоустраиваются и обеспечиваются жильем. О том, каковы результаты работы столь четко выстроенной цепочки через призму государственной политики, узнавала Камила Иногамова. Вопрос обеспечения жильем граждан республики и в особенности тех, кто был по воле судьбы и лишен родительской ласки – один из приоритетов социального государства. В рамках новой системы, внедренной в нашей стране представителями Национальной гвардии и администрации на местах, были тщательно изучены условия жизни молодежи. 248 человек в целом по Узбекистану включены в план программу по обеспечению жильем на 2023-2024 годы за счет средств фонда «Мехардафтара». В целях реализации задач, поставленных государством, совместными усилиями Национальной гвардии и хокематами, была проведена работа по изучению состояния, обеспечению жильем воспитанников домов Мехарбонлик. Было выявлено, что многие из них живут в несоответствующих условиях. Их число достигло 248. Исходя из этого, приняты соответствующие меры. В рамках программы предусмотрено обеспечение жильем в этом году 131 воспитанника домов Мехарбонлик. Уже на сегодняшний день 17 юношей из Ферганской области, трое из Кашкадари, двое из Каркалпакстана, двое из Харизмской области и четверо в Самарканде обрели свою крышу над головой. В итоге 30 молодых людей имеют свое собственное жилье. Я выпускница дома Мехарбонлик номер 10. Окончила его в 2013 году. До сегодняшнего дня не верила, что получу квартиру. Здесь очень уютно. Есть все условия, все самое необходимое. Можно сразу заходить и жить. Не нужно закупать что-то или доделывать ремонт. Я очень обрадовалась, увидев мой новый дом. 10 лет мы жили на съемной квартире. У меня годовалый ребенок. И теперь нам подарили квартиру. Нет предела радости этих девочек, которые не имели своего дома. Теперь же все иначе. В Ахангаране Ташкентской области Азизи и Гузаль в торжественной обстановке были вручены ключи от новых и уютных квартир, в котором созданы все условия. Нужно отметить, что жилье выдается не только выпускникам, которые недавно покинули дома Мехарбонлик, но и тем, кто начал самостоятельную жизнь 5-10 лет назад. Были изучены проблемы каждого и учтены их предпочтения и желания. Ни один выпускник не остался без поддержки. И вот двум девушкам, которые 10 лет назад выпустились из дома Мехарбонлик, сегодня в Ахангаране вручены ключи от собственного жилья. Воспитывая троих детей, 26-летняя мать-одиночка, выросшая в доме Мехарбонлик номер 14, долгие годы мечтал иметь свое собственное жилье с комфортными условиями. И да, мечты имеют свойство сбываться. Также сегодня безгранично рад 29-летний бывший воспитанник дома Мехарбонлик номер 12 города Коканда, который получил новый дом в Ферганской области. Сотрудники Национальной гвардии изучили мое семейное положение. И тогда было озвучено, что в скором времени я получу свое собственное жилье. И тогда я не поверил услышанному. И вот сегодня мне вручили неожиданный сюрприз. Хочу выразить огромную благодарность за заботу государства. Родина – это семья, наш дом и все, что дорого и близко нашей душе. И то, что неразрывно связано с семейным очагом. Таким образом, прочность маленьких замков счастья тесно связана с прогрессом общества. А те, кто сегодня получает свое жилье, не только понимают эту заботу, но искренне чувствуют, ценят ее.